Низкая преступность и низкая зарплата. С какими итогами в ходе Дагестан Новый год? И чего ожидать в ближайшем будущем? Махачкала как демографический флагман. Столица Дагестана пророчит рекордную рождаемость в этом году. Пока одни жалуются на жизнь, другие всецело посвящают себя любимому делу и даже создают частные музеи. Об увлеченном дагестанце из Ботлиха узнаем в сюжете моих коллег. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. В Дагестане преступность снизилась на 10%. Прокуратура России подготовила расширенную справку о состоянии преступности в регионах страны. За основу анализа был взят временной отрезок с января по ноябрь. Так, наибольшие темпы снижения числа преступлений наблюдаются в Ненецком автономном округе – минус 13%, а на втором месте расположилась наша республика – минус 10%. Отрадно, что Дагестан добился снижения в части особо тяжких преступлений. Об этом и многом другом говорили 10 января на совещании в прокуратуре Дагестана по случаю 298-й годовщины образования прокуратуры России, в работе которого принял участие и глава республики Владимир Васильев. Прокурор Дагестана Алексей Ежов привел некоторые данные и статистики. Он отметил, что в прошедшем году прокурорами выявлено более 70 тысяч нарушений закона. К различным видам ответственности привлечено более 13 тысяч должностных лиц. После вмешательства прокуроров погашена задолженность по заработной плате в размере свыше 80 миллионов рублей. Актуальные темы взаимодействия Духовных управлений Дагестана и Карачаева-Черкесии обсудили накануне в Муфтияти Республики. Шейх Ахмат Афанди встретился с заместителем Муфтия КЧР Мухаммадом Хаджииркеновым. В беседе с шейхом гость выразил благодарность духовному наставнику за огромную работу, проводимую во благо Дагестана. Мы очень часто наблюдаем, какую вы работу проводите, как много делаете для всего региона, как много делаете для мусульман, для умы Мухаммада. Мы все это замечаем, мы все это наблюдаем. Просим Всевышнего, чтобы Аллаху Тагала постоянно пусть Рахмат Аллаха преследует вас по жизни. У нас всех, иншаллах, всех. Только тогда будет нам приятно, если всех будет охватить, будет Рахмат. Надеюсь, так оно и будет. Участники встречи в основном обсуждали вопросы, касающиеся образовательной сферы. Мухаммад Хаджииркенов, занимающий должность директора республиканского медресе в Карачаево-Черкесии, рассказал о деятельности этого исламского образовательного учреждения. Отметив, что там обучаются порядка 1200 студентов, которые получают как важные религиозные знания, так и духовно-нравственное воспитание. Я сделаю вам дуа, конечно, вашим муталимом сделаю, потому что моя любимая работа, тот путь, который я выбрал, это преподавание в медресе. И поэтому я люблю всех, кто занимается с детьми. Поэтому и вашим муталимом, и вам мы дуа сделаем. Также отметим, что в ходе своего визита в Дагестан замуфтия Качаэра выступил с пятничной проповедью в Махачкалинской джума-мечети имени имама Шамиля. Новый год, новые законы. В России вступили в силу изменения в ряде законодательных актов, которые напрямую скажутся на жизни граждан страны. В частности, с 1 января увеличен минимальный размер оплаты труда. Теперь он составит 12 130 рублей. Кроме того, малоимущие семьи начнут получать пособия на детей до 3 лет в размере мрот. Махачкала в списке городов, где в 2020 году родится больше всего детей. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве России, проанализировав данные о семейных парах в возрасте от 19 до 39 лет. В среднем в этой возрастной категории стать родителями в 2020 году планируют 9% респондентов. Это больше, чем в 2019 году. Также высоких показателей в этой области должны достигнуть Ставрополь, Нижневартовский, Набережные и Челны. При этом в крупных городах семьи менее настроены на рождение детей. Эксперты считают, что виной этому работа. Чем больше женщин, вовлеченных в трудовую деятельность, тем ниже суммарный коэффициент рождаемости. Аэропорт Махачкалы намерен увеличить пассажиропоток на 6%. Предприятие планирует довести этот показатель до 1 млн 600 тыс. пассажиров. Напомним, в 2019 году услугами аэропорта столицы воспользовались 1,5 млн человек. На сегодняшний день пропускная способность на внутренних рейсах здесь составляет 200 пассажиров в час, а на международных – 60. На сохранение лесов в Дагестане потратят почти 42 млн рублей. Данные приводят Даглесхоз. Субвенции федерального бюджета направят в республику в рамках нафтпроекта «Экология». Так, на лесовосстановление запланировано 13,3 млн рублей, на заготовку семян – 3,5 млн рублей, на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования – 5 млн, лесопожарной техники и оборудования – почти 20 млн рублей. Развитие бренда «Дагестанский мед» и его продвижение на региональных и международных рынках обсудили на форуме пчеловодов. В Министерстве сельского хозяйства Республики состоялся форум пчеловода Дагестана. Отметим, что в 2017 году был принят закон Республики Дагестан о пчеловодстве, который регламентирует многие вопросы в отрасли. Кооперативы, которые работают более года с хорошим результатом, могут рассчитывать на весомую поддержку и помощь при приобретении оборудования для фасовки, заготовки и хранения продуктов пчеловодства. Сумма гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива доходит до 70 млн рублей. «К сожалению, в последнее время было очень мало внимания уделено со стороны государства этой отрасли, хотя имеется какая-то господдержка, но системных мер не было. Мы хотим сегодня вместе с нашими пчеловодами, нашими тружениками в этой отрасли самоорганизоваться, определить наш вектор развития, определить болевые точки, помочь им в плане организации своего сообщества, помочь в плане господдержки, ветеринарии и пациентической ситуации, создать селекционные центры так, чтобы мы могли снабжать нашими отечественными дагестанскими пчелами, пчеломатками, с тем, чтобы наши пчеловоды получали качественный пчеломатериал, выпускали добротный мед и у них не было болезней». В Дагестане получают одну из самых низких зарплат в России. Росстат опубликовал рейтинг по оплате труда работников по регионам в 2019 году. В аутсайдерах оказались регионы СКФО. Средняя зарплата здесь не превышает 20 тысяч рублей. Одна из самых низких зарплат зафиксирована в Дагестане, где 34% работников получают менее 15 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе в Москве и Магаданской области. Их размер составляет больше 100 тысяч рублей. Праздничные дни подошли к концу. Закончилась первая для россиян рабочая неделя в новом 2020 году. Насколько готовы были дагестанцы к трудовым будням и не оказались ли выходные для них слишком затяжными, узнавала наш корреспондент Алина Багилова. Когда Оливье седя на новогодние телепередачи и фильмы уже надоели, традиционно задаешься вопросом, чем себя занять. К тому же праздничное настроение разделяет не каждый житель. Жалобы, что 10 дней новогодних каникул это слишком много, повторяются из года в год. Сейчас выясним у жителей столицы, что они думают по этому поводу. Нет, совсем не затяжены. Мы завтра идем в школу. Вы не рады? Нет, хотим еще отдохнуть. Нет, для меня немного. Немного, мало. Куда успели сходить? Почти никуда не успели. Мне кажется, это достаточно для людей, которые хотят отдохнуть. Лучше бы эти новогодние перенесли на майские. Там и теплее, и гулять побольше можно. Как успели провести? Ну хорошо, с детьми погуляли, дома посидели, с родственниками, все хорошо. 10 дней? Да. Это достаточно. Как успели провести время? Книги читали. С 31 по 3 это самое оптимальное, 3 дня. Нормальный. А в школу уже хочется? Скучаю по своим одноклассикам, а так нет ее. Каникулы проходят тяжело, потому что готовлюсь к экзаменам. Сегодня за 10 дней, наверное, первый раз вышла. По всей России наблюдается тепловая погодная аномалия, заявляют в гидромедцентре. Однако, по словам местных экспертов, Дагестана это явление не коснулось. Такая теплая зима для республики уже стала привычным делом. В Дагестане зимы теплые, это правда, но оно не аномальное. Аномально оно в данный момент является центральной Россией. Это Москва, Московская область, ближайшие регионы, потому что снега нет, морозов нет. Там почти плюсовая температура. У нас зимы фактически так таковых уже давно. Последний раз зима суровая, чувствительная в Дагестане была в 2012 году. После того, так таковых сильных зим в Дагестане отсутствует. Если взять много лет в норме, превышение где-то поставляет 2-3 градуса. Если оно было бы на 5-10 градусов, скажем, дневник температура 15-20, более недели, да, это аномалия бы в Дагестане. Но Дагестан не аномалия, просто Дагестан теплая зима. То есть она характерна для Дагестана. Эксперты объясняют это тем, что воздушные массы в Дагестане идут с юго-востока, для которого характерен сухой климат. Говоря о прогнозах, синоптики отмечают, что сильных заморозков этой зимой не будет. Легкое похолодание придет только в марте. В Дагестане зима будет опять теплая. То есть температура в режиме выше нормы. Осадки около нормы меньше. Зимой нормы очень маленькие. Осадка, в частности, гунибия. Январская норма осадков – это 14-15 градусов. Это миллиметров. Это очень мало. В общем, не похолодает. Да, не похолодает. Но отдельный, конечно, возможно, кратковременно. Но он очень кратковременно, он даже не успеет почувствовать. Дагестанцы привыкать к теплым зимам. Мы фактически живем на юге. Нам поэтому здесь особо не нужно расстраиваться. В Дагестане появился национальный парк «Самурский». Постановление правительства о его создании вступило в силу 4 января. В национальном парке экологи планируют сохранить уникальный лиановый лес. Флора территории насчитывает более тысячи видов, среди которых много реликтовых форм, а также редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красные книги России. Кроме того, «Самурский лес» является одним из востребованных и посещаемых туристических мест. Национальный парк будет находиться в ведении Минприроды Дагестана. Ведомству поручено обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов на его территории. 15 лет исполнилась газете «Ас-Салам», выходящей на табасаранском языке. По этому случаю в Доме культуры в селах Учни Табасаранского района прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею издания. Представители муфтията Дагестана, религиозные и общественные деятели, а также преданные подписчики не оставили без внимания это событие. Подробности у моих коллег. 15 лет работы на благо своего народа. Газета «Ас-Салам» на табасаранском языке уже успела стать достоянием нации. Юбилей издания стал настоящим праздником для преданных подписчиков. Все выступавшие отмечали значимость газеты в духовно-просветительской работе с населением, вспоминали тех, кто стоял у истоков издания и внес весомый вклад в ее развитие. Хочу поздравить всех нас с этим знаменательным событием, потому что это наша общая радость, это наша общая работа и радоваться обязаны мы все вместе. Говоря по газете «Ас-Салам», хвала Всевышнему, мне очень радостно за то, что Всевышний когда-то дал мне тоже возможность заниматься этой работой, просветительской деятельностью. И, аль-хамду лилля, то, что дала мне эта газета, наверное, ни одна из газет не может сегодня дать такую пользу для человечества. На самом деле, 15 лет эта газета приносит в наши дома уют. 15 лет эта газета приносит в наши дома знания, и сегодня отрадно, что поздравить нас, собрались политические, общественные, религиозные деятели. Праздник сопровождался исполнением нашидов, а его кульминацией стал розыгрыш путевки в хадж и других ценных призов. Жительница села Хучни из Петра Гимова стала обладательницей автомобиля «Лада Гранта». Как признается сама победительница, она больше всего желала получить путевку в хадж. Но стоит отметить, что и выигранный автомобиль, возможно, в будущем, поможет ей осуществить заветную мечту. Вы за нас дуаны сделаете? Обязательно, обязательно. Я мечтала, эта машина не мечтала, я мечтала хадж. Хадж, да. Хасмед так получит. Напомню, что духовно-празильская газета «Ассалам» выпускается на 10 языках и имеет самый большой тираж по республике. С недавних пор она выпускается и на английском языке. Но, как уверяет в редакции издания, они намерены останавливаться на достигнутом. В Каспийске открылся детский сад. Дошкольное учреждение «Соколенок» создано в рамках реализации нацпроекта образования. Двухэтажное здание рассчитано на 150 с лишним мест. Территория оборудована современными системами внутреннего и наружного видеонаблюдения. Установлены лифты. Двор детского сада также благоустроен. Здесь есть площадки для ясельных, дошкольных групп, беседки, спортивные игровые зоны. Кроме того, созданы все условия для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья по программе «Доступная среда». Несколько сотен предметов антиквариата на одном клочке земли. Житель Ботлиха Абу Али Алиев создал частный музей в родном селе. В коллекции мужчины чего только не найдется. От старинных фотоаппаратов до настоящих археологических находок. В атмосферу древности ненадолго погрузилась и моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Эту коллекцию антиквариата Абу Али собирал более 20 лет. С чего начиналось увлечение он уже не помнит. Но эта маленькая комната быстро пополнилась различными старинными вещами и превратилась в уникальный частный музей. Экспонаты интересны каждый по-своему. В обширной коллекции старинные фотоаппараты, бытовые предметы и украшения. Есть, среди прочего, даже так называемый «стол Дракулы». Вот самая дорогая вещь, которую я приобрел. Отдал за нее 50 тысяч рублей. Карнистол где-то в 18 веке, может, начало 19. Показывал специалисты столы Дракулы, говорят, одни, другие, что-то одно. Лица хамеры здесь можно здесь поснимать, вы видите, вот здесь изображены лица. Предметы древности Абу Али с азартом покупает и ищет упорно. Помогают ему в этом деле как друзья, так и семья. Я с ним иду всегда на раскопки. На раскопки идете? А куда? Где озеро, еще в лес идем. Сейчас в этой маленькой комнате хранится несколько сотен разных экспонатов. Счет Абу Али не ведет. Находить место для новых с каждым разом все труднее. Но отказываться от своего хобби мужчина не намерен. Строит уже отдельное просторное помещение. Я сколько его знаю, он, конечно, намного младше, сколько его знаю, столько он и собирает этот музей. Конечно, сгорел он, много ценностей у него исчезли. Но он снова не пал духом, снова собирает, ездит, собирает, очень любит свой край. Для Абу Али здесь цена каждая вещь. Признается, что ни за какие деньги не продал бы ни один антиквариат. Для него в этом деле финансы это не главное. Важнее сохранить дух времени. Патимат Ханнапова, Мусас Алгирея, в новости ННТ, Ботлерский район. И немного о спорте. Сборная Дагестана по вольной борьбе приступила к финальному этапу подготовки к олимпийскому сезону. Первым стартом 2020 года для большинства спортсменов станет гран-при Иван Ярыгин в Красноярске. В какой форме наши борцы подходят к этому международному турниру? Узнавал Курбан Рагимов. Работая сквозь капли пота у этих 70 дагестанских вольников лишь одна забота. Впереди у большинства борцов первый старт олимпийского сезона. Пришло время заявить о себе во весь голос. Борцовская дружина тренируется в пригороде Махачкалы на новой приморской базе. Первый этап подготовки команда прошла в Адлере, где в основном вольники работали с железом и бегали кроссы. Здесь же они больше времени находятся на ковре, оттачивают технику и тактику, проводят контрольные схватки. Главная задача – планомерно подвести свой организм к соревнованиям. Подготовка идет очень хорошая, интересная работа сейчас. До этого у нас в Адлере сборы были и физически там готовились. Сейчас работаем на технику, у всех хорошее настроение и приятно здесь работать. Вчера тоже так же утром ковердывали, вечером качка, игра и бассейн был у нас. Для каждого спортсмена сборы – это хороший обмен опытом. Традиционно к дагестанской команде подключаются бойцы смешанных единоборств, а также титулованные борцы, представляющие зарубежные страны. Умар Нурмагомедов и Брагим Саидов звездный состав еще успеет пополниться. Работаю в основном со своими весами, это Шамил Амаров и другие ребята, это Касом. Ну, в основном совесть. Гази Магомедов подсказывает, другие подсказывают. Но в основном такие, чтобы с ноги посадить, с корпуса повозиться. В основном мне эта работа нужна. Здесь очень шикарные условия, хорошие тренера, соперники, все на высшем уровне. Я, как вы сами знаете, очень долго выступал за сборную Дагестана и знаю, что такое дагестанский сбор. Через год очень соскучился по этим сборам. Конечно, хотелось бы еще раз попасть на Олимпиаду. Для этого надо выиграть лицензионный турнир, который будет один в марте месяце, а другой в конце апреля. Ну, попытаемся, будем делать все возможное для этого. Ярыгинский турнир в этом году не вошел в число рейтинговых. Однако специалисты уверены, что уровень конкуренции в этот раз будет даже выше, чем в предыдущие два года. Выступить в столице Сибири смогут медалисты прошлогоднего гран-при, турнира «Алланы» и молодежных первенств мира и Европы, а также первая пятерка чемпионата России. В команде рабочая, позитивная атмосфера. И это несмотря на то, что многим спортсменам предстоит бороться за призовые места между собой. Отношения не меняются, все близко, как братья, общаемся, нет у нас такого. Но на ковре, конечно, уже мы боремся, выходим, не смотрим, что друзья или братья там. Во время самой схватки зарубаться? Ну да, конечно, все на равных почти, все, кто лучше себя чувствует, тот и выиграет. Мы-то все силы отдадим, и там уже от сиющено все, как получится. Большое желание есть, как у других спортсменов. И я думаю, если в хорошем форме мы войдем, решало, выиграем тоже. Финальный этап подготовки к Ярыгинскому турниру продлится две недели. Гран-при в Красноярске стартует 23 января. По его результатам определится состав национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет в середине февраля в Италии. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин